13 марта в неделю первую Великого Поста молитвенно отмечается торжество православия. В этот день Святая Церковь установила праздник в честь почитания святых и честных икон после периода иконоборчества. Более ста лет длились гонения на православных христиан, которые боролись за право изображать на иконах Господа нашего Иисуса Христа, Божию Матерь и Святых. Тех, кто хранил и почитал святые образы, беспощадно преследовали, бросали в тюрьмы и даже казнили, а святыни уничтожали. В праздничной проповеди наместник Святогорской лавры, митрополит Арсений, обратился к пастве. «Если мы любим своих отца и мать, если мы любим своих сына или дочь, то мы с уважением относимся и к их фотографическим портретам. Так и мы поступаем со святыми иконами, поклоняясь перед ними и целуя их. Это целование и поклонение относятся к Богу, к Божией Матери, святым угодникам, изображенным на иконах». На воскресном богослужении провозглашается торжество церкви над всеми существовавшими ересями и утверждаются постановления семи вселенских соборов. По окончании литургии в обители совершается молебное пение недели православия, на котором возглашается вечная память подвижникам благочестия. Анафеме же предаются люди, совершившие тяжкие прегрешения перед церковью. В этот день в Святогорской обители на поклонение всем паломникам износятся более 40 лаврских святынь. В собрании великих реликвий Святогорской лавры имеются частицы Креста Господня, частицы рис Господа нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери, власы Христовы и Божией Матери, а также древние почитаемые иконы. Святыни находятся в Успенском соборе весь воскресный день до окончания вечернего богослужения. Приглашаем боголюбивых паломников использовать эту редчайшую возможность молитвенно поклониться святыням Свято-Успенской Святогорской лавры. Также в этот день православные христиане чтят память блаженного Николая, Христа ради юродивого Псковского. О его происхождении ничего не известно, но благодарные псковичи сохранили память о подвиге юродства, который блаженный Николай нес более трех десятилетий. За свои подвиги он стяжал благодатные дары Святого Духа и был удостоен дара чудотворения и пророчества. В особенности известен следующий случай из его жизни. Зимой 1570 года царь Иоанн Грозный разгромил с великой ратью Новгород за измену московскому государству и с тем же намерением подступил к Пскову. Милостивый Господь, не желая напрасного пролетия неповинной крови псковитян, вложил в сердце своему угоднику Николаю Юродивому смягчить сердце царя. После молебна блаженный пригласил правителя к себе. В чисто убранной келье на лавке была разослана скатерть, а на ней лежал кусок сырого мяса. «Покушай, Иванушка», – ласково сказал блаженный. «Я христианин», – ответил царь, – «мясо постом не ем». «Ты делаешь хуже», – строго возразил ему блаженный. «Ты питаешься плотью и кровью человеческою. Ты забываешь не только пост, но и Бога». Злоба опять закипела в душе царя. Он приказал начать грабеж. «Оставь нас, прохожий человек», – строгим голосом сказал тогда блаженный. «Ступай скорее от нас. Если еще помедлишь, то не на чем будет тебе бежать отсюда». Но царь уже не слушал, и на соборной колокольне снимали лучший колокол. И в это же самое время поспешно вошел опричник и доложил, что любимый царский конь пал. Только тогда царь опомнился. Он приказал немедленно прекратить грабеж и выступить из города. Блаженный Николай отошел ко Господу 13 марта 1576 года. В знак особенного уважения к его памяти, псковетяне погребли его под соборным храмом, где хоронили только князей и архипастерей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова